Мобильное приложение Буклис представляет Виталий Зыков Цикл «Дорога домой. Книга первая. Безымянный раб». В романе использованы стихи Николая Гумилева «И когда воссияет красная звезда на небосклоне, Вестница бедствий и несчастий, Надежда обреченных и погибель проклятых Придет враг общий, принеся на многострадальные земли Торно смерть, голод и тьму. Так готовьтесь же, Вартаги, Встретим врага во всеоружии». Фрагмент фиорского пророчества, Так называемые списки ужасов, Частично расшифрованного по заказу Академии общей магии. Пролог Тихо журчала вода в мраморном бассейне Посреди площадки для медитаций. Золотые рыбки лениво разевали рты, Безуспешно пытаясь что-то сказать. Плавники у них еле шевелились, Будто опахало в руках старого раба. Даже бронзовые дракончики, С бьющими из раскрытых пастей серебряными струями воды, Выглядели какими-то расслабленными. Яркое солнце и легкий бриз из бухты Смешались в тягучем и навевающем дремоту коктейле. Нега туманила разум. Нет, спать не хотелось совершенно, Но вот полежать в блаженной неподвижности в тихом уголочке – это да. На маленькой площадке для медитации никого не было, Кроме молодого красивого мужчины лет тридцати двух. Он полулежал на переносном деревянном, Заваленном подушками ложе, В тени ограждающей площадку каменной стены, И предавался праздному безделью. Молодого мужчину звали Айрунгом. Одетый в простую серую хламиду члена ложи магов при Академии общей магии, Он был подобен множеству таких же молодых людей. Отличала его разве что рубиновая серьга в левом ухе До серебряная печатка на мизинце правой руки. Но именно эти украшения и позволяли ему нежиться в тишине и покое В столь уединенном уголке. Да и кто посмеет потревожить человека с серьгой истинного мага, Пусть и низшего ранга, На что недвусмысленно указывала руническая четверка на персне. Но и это было не самым важным. По коридорам Академии уже давно ходили слухи О подающем большие надежды любимчики самого архимага Виттора. Так что Льер Айрунг мог многое себе позволить. Например, вот как сейчас уйти с собрания старых зануд, Как он именовал собравшихся на диспут простых магов, Пусть и первого уровня. Только крохоборы и ни одного истинного. Как будто они могут хоть что-то путное сообщить. Сидят, бородами трясут, посохами стучат. Молодой истинный раздраженно сплюнул. Капля силы и немного знаний, а все туда же. О нуждах мира судачат. Ворюги. Приятное состояние расслабленности и умиротворения ушло. Айрунг вернулся в суровые будни капитана-мага. Махнуть бы сейчас к морю, к змеиному архипелагу, Поближе к голове, да пара абордажей. Красота! Эта мысль заставила блаженно зажмуриться. Все мечтаешь. Как был мальчишкой, так и остался. С крышещущей стальной иглой по стеклу раздался над ухом неприятный властный голос. Айрунг вздрогнул и резво вскочил, вытягиваясь во фрунк. Опять проморгал. Как же он так незаметно подбирается-то? — Потому и незаметно, что я магистр наказующих, а не мечтающий о глупых сражениях сопляк, — легко раскусил мысли молодого мага-пришелец. Последние слова были произнесены с затаенной яростью, хотя со стороны это выглядело комично. Незаметно подошедший человек казался не старше двадцати, а это очень и очень сложно в его триста пятьдесят один. Не всякому такое дано, на то он опять же и магистр наказующих. Льер Бримс. Айрунг почтительно склонил голову. Несмотря на всю свою независимость и уверенность в себе, Бримса он боялся, как боялись его абсолютно все, даже архимаг. Да и как не бояться, если это лучший боевой маг Торна за последние три столетия, одаренный не только чудовищным по своей мощи даром, но и острейшим умом и способностью этот ум умело применять. В какие-то сто пять лет Бримс стал магистром наказующих, возглавив самую засекреченную службу во всем Нолде и превратив ее в идеальный инструмент, держащий в страхе весь Торн от Сауда до Сардуора, заставляющий просыпаться в холодном поту ни одного правителя. Это был страшный человек, который легко мог бы принять скипетр власти архимага, но считающий своим долгом занимать свое нынешнее положение. И никто не знал, зачем ему это нужно. Себе на уме человек, если можно так назвать, прожившего уже больше трех столетий мага. Да давно я уже, Альяр Бримс, давно. Похоже, сегодня Бримс решил поиграть в старого брюзгу. А вот ты у нас еще молодой, горячий, а по ходу хват мечтаешь, когда о карьере надо думать. А рано, Виттер, тебе позволил командовать, о, рано. Ко мне бы тебя, я уж бы охладил твой пыл. Быстро. Айрунг боязливо поежился. Стоящий перед ним белобрысый двадцатилетний, вечно прячущий взгляд парень, одетый во слепительно белые брюки и рубаху в мягких полусапожках того же цвета, подпоясанный неизменной белой перевязью с мечом, производил обманчиво мягкое впечатление, но слава свирепого диктатора бежала далеко впереди него, а уж назвать самого архимага только по имени могли себе позволить немногие. Что заверзал? Тебе что было сказано? Потрись среди обычных магов, послушай их, поговори, учись располагать к себе людей, иначе не видать тебе членство в совете мастеров, как своих ушей, и отец не поможет. Говоря все это, для полноты впечатлений Бримс упер свой взгляд в Айрунга, и сразу стало понятно, почему он избегает смотреть собеседнику в глаза. Словно мешок с песком придавил молодому магу плечи, сердце учащенно забилось. С магистром шутки были плохи. Что молчишь? Мне нечего сказать, Льер. Я действительно виноват. Сегодня отличная погода, а эти старики были столь занудны, что я не смог устоять перед искушением. Я сожалею и готов искупить свою вину. Айрунг подчеркнуто поедал начальство глазами. Бримс вздохнул. Мальчишка, ладно, я пришел не за этим. Совет мастеров решил поручить тебе важное дело. В твоем вкусе. Тонкая улыбка невесомо скользнула по лицу в ответ на радостный блеск в глазах Айрунга. Речь идет об экспедиции в запретные земли. «Когда?» Коротким выдохом прозвучал вопрос. «Через три дня. Возьмешь свой корабль и пройдешь через темный океан к Сардуору. Там пройдешь вдоль берега, делая замеры. Список необходимого реквизита и карту маршрута захватишь у моего секретаря. Что, хочешь спросить, а за каким, собственно, мархузом об этом пришел тебе сообщить магистр наказующих?» «Ну, не знаю. Вообще-то да. А затем, что это будет необычное патрулирование на предмет запретной магии?» Айрунг подался вперед, словно гончая перед броском. Тайна сейчас касалась его своим мягким покрывалом. Бримс видел все это и понимающий усмехался. «Какой молодой и любопытный. Да, о чем это я? Ах, да. Над запретными землями ощущается непонятное напряжение, недалеко от Гу-Ро-Де-Ми». «Что?» «Зард Хор просыпается!» С тревогой в голосе воскликнул Айрунг. «Тихо, тихо, конечно, нет. Высоко в небе чувствуется напряжение ткани реальности». Бримс промолчал и следующими словами словно припечатал. «Грядет прорыв, как во времена Птоломея». «Не может быть! Построить портал за пределами мира не сможет никто». «Да что, идиот? Я разве сказал, что их отворяют с нашей стороны? Ткань реальности просто подрагивает, медленно расслаиваясь. Это очень похоже на одно природное явление, описанное в старых хрониках». «Я ни о чем похожем и не слышал», — протянул Айрунг. Бримс насмешливо глянул на мага. «Конечно, кто сейчас интересуется древними сказками о вартагах, кроме стариков вроде меня, обрывками легенд об их традициях и праздниках, мифами о старой, как мир Гур-О-Де-Ми, и творимых там раз в тысячелетия обрядах». «Что? Вартаги не сказка?» Айрунг удивился так сильно, что забыл, с кем разговаривает, но его собеседник не стал заострять внимание на непочтительном тоне. Бримс стоял и смотрел куда-то в бескрайнюю синеву неба. Посмотревший туда же Айрунг ничего не увидел. Молодой маг растерянно дернул плечом, но тут снова заговорил магистр наказующих, подводя своими словами какую-то незримую черту. «А вот это тебе и предстоит выяснить». В это же время за сотни лик от Нолда в пустоши, что в запретных землях, шаман Ургов Пуас лежал у яростно пышущего жаром костра, дрожа всем телом. Сегодняшнее общение с духами предков прошло очень бурно, даже более чем бурно. Зархр, брат воинственного Юрги, был сегодня необычайно многословен, даже будучи одним из сильнейших шаманов Ургов, Пуас с трудом провел обряд призывания. Не всякий это смог бы. «Да что там не всякий? Никто другой не смог бы такого». Несмотря на усталость и сильнейшее потрясение, гордость распирала грудь. Но предаваться радости было некогда. Великий отец подарил Пуасу шанс, который нельзя было упустить. Шанс возвыситься над остальными. Обычно отец говорил неясными образами, которые с трудом поддавались расшифровке. Чаще всего удавалось понять смысл послания только после произошедшего события, но сегодня все было иначе. Отец был понятен как никогда. Перед внутренним взором Пуаса опять встал в уликий образ могучей силы разрушителя и уничтожителя. Этой кошмарной сущности, что была воспета еще на заре эпохи пророками и провидцами древности. И только сплотившиеся урги могли выжить в наступающем хаосе, а ему, Пуасу, предстояло послужить вождем грядущего союза. Осталось только убедить в этом остальных ургов, а особенно шаманов. С такими мыслями Пуас решительно вскочил на ноги и, оперевшись на копье с листовидным наконечником, или, иначе говоря, пальму, уверенным голосом начал созывать подчиненных ему воинов. Предстояло много дел. Мрачной громадой высится белоснежная трехступенчатая пирамида старого дворца. Сложенный из мрамора, он на добрую сотню метров возвышается над окружающим зеленым великолепием знаменитого парка Талака. Ничто не уродствует суровую красоту камня, никаких каменных фигур и затейливой резьбы, только замысловатый рисунок мрамора и все. Здесь не слышался шум, свойственный столицам прочих государств. Мягкая обволакивающая тишина, тенью скользящие люди, зелень деревьев и белый камень. В обычном случае такой набор подарил бы ощущение умиротворенности и спокойствия, но этот случай не был обычным. Величественная красота этого места не могла отвлечь от гнетущего чувства страха и ощущения загубленных жизней. Талак, столица непознанного Атлантоса, был построен на месте Некронда, другой столицы, но уже древнего королевства магов, черных магов. Несмотря на прошедшие века, все здесь помнило времена их кровавого правления. Но теперешние правители не спешили менять свою резиденцию. Фердинанд, облаченный в зеленую королевскую мантию, стоял у окна и смотрел вдаль, туда, где лежал сокрытый туманом сардуор. Правая рука лениво теребила висящий на шее костяной медальон. За спиной раздались мягкие шаги. Вошедший в зал приблизился к правителю и остановился в некотором отдалении. По темным углам вновь расползлась тишина. Фердинанд выдержал приличествующую его статусу паузу и властно сказал. «Говори!» «Слушаюсь, мой повелитель!» Строгого покроя кожаная одежда, спокойное открытое лицо, русые волосы, курносый нос, добрые глаза и медальон, допущенного ко двору, составляли привычный образ начальника разведки Маркуса. Получены доклады от лазутчиков из Нолда и Горташа. Фердинанд неспеша обернулся к вошедшему. «И что?» При этих словах правая бровь приподнялась, выгибаясь хищной дугой. С Нолда в сторону Сардуара вышел морской охотник под известным вашему величеству названием «Поцелуй великого змея». Голос Маркуса был спокоен и уверен. «Уж не тот ли, где капитан стоит этот?» Король щелкнул пальцами. «Айрунг, Льер Айрунг», подсказал Маркус, «который считается сыном архимага Виктора. Усмешка стала более явной». «Совершенно верно, мой король, совершенно верно. Кроме того, зашевелились разведки Горташа и Зелода». «Там все как обычно. Следят друг за другом и за Нолдом, но ничего не понимают». «Да, мой король, эльфы и орки молчат, остальным же нет ни до чего дела». Маркус на секунду прервался и откашлялся. «Наши агенты отправились в Гур, Сарму и землю наместника. Им отданы приказы из согласованного ранее списка первоочередных мероприятий». «Отлично, просто отлично». Король Фердинанд снова повернулся к окну и потер руки, а затем с торжеством в голосе продолжил. «Кажется, началось, Маркус. Ведь началось же, а?» «Да, Ваше Величество, началось». Глаза начальника разведки светились тем же мрачным торжеством, что и у его короля. Неподвижные ранее силы пришли в движение. То тут, то там проявляли себя давно забытые ордена и клики магов. Лихорадочно работали спецслужбы. Засиявшая на небосклоне красная звезда пророчества разбудила многих. Очень многих. Но не всех. И слава Творцу, что не всех. Не зря говорили древние, «Не буди лихо, пока спит тихо». Забытые всеми расами, пережившие своих победителей, бесформенные сущности былого ужаса, незримо давлели над миром. Темные тени павшего величия продолжали видеть свои кошмарные сны, не просыпаясь уже которое тысячелетие под гнетом величайших заклятий своих врагов. Темные глубины бездны Нижнего мира оставались неподвижными. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok